Александр Красивянович Девченко, доклад совместно с Александром Шагриньевым и название такого интересного экрана о стоктаминиях тяжелых ионов в рамках гидродинамического подхода ну вот здесь вот используется неравновесство в районном состоянии значит этот доклад в каком-то смысле близок к тому, что рассказывалось до перерыва тоже были стоктамины тяжелых ионов используя генетический подход ну а здесь не Монте-Карловская версия, а используется гидродинамик гидродинамик, как известно, как правило использует равновесное уравновесное состояние и для той или иной формы движения материи она используется достаточно широко в современной физике термогидродинамический подход весьма актуален это и изучение квартглеонной плазмы и в том числе и в области переходных энергии в диапазоне 10-100 мм нам было обнаружено преимущество макроописания гидродинамического подхода я хочу построить неравновесное уравнение гидродинамики и дальше в зависимости от уравнения состояния получить описание имеющихся инклюзивных спектров протона в процессе структовения ионов важна неравновесная компонента в термосистеме которая может быть описана фермоэллипсоидом замороженным в поперечном направлении и может быть размытым в продольном направлении по отношению к линии удара в таком подходе в принципе получались уже уравнения длиннопробежной гидродинамики в процессе структовения с учетом двух частичек структовений включается в дело равновесное состояние локально равновесная функция распределения и переход к этому состоянию описывается в того приближения в кинетике таким образом решение уравнения 1 запишется вот таким образом это общее решение t нулевой начальный момент времени начала установления равновесия а тау время релаксации в рамках кинетической модели выделяют стадию сжатия и разрежения для мягкого уравнения состояния и более жесткого уравнения состояния любопытно что рассматривали на стадии сжатия ударной волны шайб миллера гранер они получали монотонное врастание плотности в таком подходе а у нас появляется и стадия сжатия и стадия разрежения это для энергии 12,5-125 на минулой любопытно посмотреть как зависит плотность равновесного компонента от энергии равновесного компонента здесь она появлялась под написанным для сплошной линии это комбинация кислород плюс кислород штриховая это аргон плюс аргон и штриховая штрихутирует золото по золото в работе получены гидролимические уравни, содержащие неравновеское уравне состояние неравновеское уравне состояние описывает процесс релаксации первоначально возбужденной неравновесной системы в состоянии локального тетноминского равновесия и в данном подходе неравновесное распределение важно приближается к равновесной с увеличением энергии столкновения однако это обусловлено проиметризацией берча которую мы использовали но может быть и другая проиметризация при ультративистских энергиях где во все используется гидродинамика эта проиметризация может быть несколько одной спасибо за внимание